Ты давай не начнёшь, а так начнёшь. Я как вижу, Мага, ты же говоришь. А с каким весом примерно хотите выйти? Вот непонятен лимит и сколько вы хотите вести? 92 килограммов. 92-93. Лимит понятен, 91. А выйдешь 92-93? 92-93. Но пару килограмм, пару килограмм же набрать я должен, правильно? Просто взвешиваем. Я собираюсь съесть вермишель, большую порцию. А Вагабов будет помогать, как мастер-спорт? Конечно будет, конечно будет. Вагабов всегда рядом. Меня окружают боксёры, серьёзные боксёры. Поэтому ничего нового для меня не будет. Кроме того, что я первый раз зайду в ринг как профессиональный боксёр. Мухаммад, на пресс-конференции не дали это спросить? Я не ваш хейтер, но объективно хейтер мог бы подумать. Вы с Владимиром Минеевым боролись, с Александром Емельяненко боролись. А почему вы Дурадолу победите в стойке, где борьба будет запрещена? Можете объяснить? Смотри, просто у меня в крови борьба. Когда мне говорят, что у тебя есть вариант бороться, даже если я супер боксирую. Но ты посмотри, я не проигрывал ни Владимиру, ни Емельяненко в стойке, я тоже не проиграл. Просто вот это моё нутро борцовское, оно берёт надо мной вверх, понимаешь? Если мне скажут, вот сейчас, например, что тебе можно бороться, я обязательно буду бороться. Понимаешь? То есть это... Это у меня борьба в крови. Борьба в крови. А перчатки какие будут, кстати, Малер? Перчатки... Какие будут перчатки? Эверласс 10 минут. 10 минут и Эверласс. Вы мне? Не, ну я уже пережил её. Я уже пережил, я уже отоспался, да. Пережил и отоспался. Можно последнее? Вот вы мне и моему коллеге сказали, что когда проиграли драку, вам мама дала сникерс и сказала, Арнольдик мой пришёл. Это так завирусилось, цитата. Обещан ли сейчас какой-то приз? Если проиграю. Если не дай бог. Но они меня всегда успокаивают. Чем-то, да, успокоят. Но я не собираюсь проигрывать. Я собираюсь всех порадовать. Вот. И, знаешь, часто ты, когда после поражения, ты приходишь домой и ждёшь определённые эмоции. И когда ты видишь эмоции совершенно другие, да, например, положительные, там, всё хорошо, никто не расстроен, никто не плачет, то это тебя мотивирует побеждать. То есть ты хочешь дать им это уже не сдержанность вот в этих эмоциях, да, когда они себя сдерживают и показывают тебе, что всё хорошо. Ты же понимаешь, что они переживали. После этого тебе хочется дать им настоящих этих эмоций, чтобы я пришёл, и им реально было весело и хорошо. 270 подписчиков у Алан Реваджоу. Смешит вас такая цифра? 270? Ну, я ему этот, я его, я его отмечу. Я его отмечу сейчас в своих следующих публикациях. Да, 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 да. Вот, наверное, я вот сейчас прям сфотографирую. Скажите, что я хочу отметить его просто. Смешит вас, он может дать вам фоуру в инстаграм-аккаунте, да? Он имеет формию. Мои формины! Гоу! 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 Один вопрос, можно прям буквально. Вот когда показывали на экране историю Макса Топора и Альберта, ты так завороженно смотрел на это. А какие у тебя мысли были? Ну блин, я радовался, что у меня старший брат, да, тренер, что он мне не втащит ни при каком раскладе, да? Ну, максимум там за трещину, да, там подзатыльной. А там таких два четких, знаешь, прилетело. И, знаешь, ты бывает иногда восхищаешься двойкой, да? А иногда держалкой, да? Вот тут я и двойкой восхитился, и держалкой. Я думаю, там держалка серьезная. Вот. Поэтому, ну, для меня это чуть не стандартная, да, ситуация, когда тренер там накидывает своему ученику. Вообще, принято, что тренер учит, как надо накидывать своего ученика. Ну, ладно, да, для меня не стандартно, но из этого, видишь, что-то из этого происходит, да, там будет боль, как бы, будет интерес, я думаю, к этому противостоянию. Ну, и у тренера будет возможно сейчас, как бы, проявить себя, показать себя, да, тоже, уже быть не за, как бы, рингом, да, а в ринге. А вот, слушай, а вот, когда показывали на экране Николая Валуева, он там свой прогноз давал, про первый раунд, потому что, по-моему, было, или в первых раундах, и ты рассмеялся, кстати? А, ну, он сказал, что я, ну, все, у всех такое мнение сложилось, что я выдыхаюсь там и так далее, да, но для, я улыбнулся, потому что Валуев поддался тоже вот этому мнению. Но, знаешь, когда я вижу, что спортсмен плохо дышал, что-то происходило, я смотрю его прежние поединки, да, и после, как он дерется, а потом делаю выводы. То есть, бывает, что именно это не твой вечер был, не твой день, вот все не так, такое случается. Но это не обязательно, что теперь на мне можно поставить крест, как на дышащем спортсмене, да, и теперь у меня есть, как бы, повод доказать обратное. Слушай, а ведь была такая история, что ты предпочтел этот боксовский поединок в бою с Марсио Санкосом в Риге Хабиба? Ну, пока, смотри, пока я просто предпочел это противостояние, посмотрим, как оно пройдет, а кто знает, может, вы меня увидите потом и в ММА поединке. Я драться могу каждый день. Но у них турнир 1 апреля, вот где Шлеменко и Адилов, в теории можно после 25 февраля? Возможно, все возможно, все возможно. А вдруг мы, я не знаю, вдруг мы победим в этом противостоянии, а потом мне будет еще одно какое-нибудь крутое, супер, бомбовое предложение. Ничего простого здесь не будет, ничего простого не будет. Просто на загадку не будешь богат. Да-да-да, поэтому нужно... Это противоречит любым понятиям, говорить что-то после. Нужно пройти до этот поединок, чтобы уже обсуждать все остальное, чтобы говорить о всем остальном. Окей, все нормально? Кобру запускаю? Тьфу, 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 на, тьфу, всем по ковре.